Что это вы тут делаете? Расскажи, Володя. Мы вырезаем гнилые помидоры. А почему они гнилые? Некоторые заморозком ударило, некоторые уже переспели. Ну и какой процент отходит в отвалах? Даже не могу сказать, не знаю. Ну примерно наполовину? Ну может чуть поменьше. Поменьше маленько. Ну это вот я гляжу, вы чашку уже набрали как бы хорошую. И куда его теперь? Часть помоем на салат, часть оставим, на холод вынесем. Еще вот есть такой момент у помидоров. Когда их помоешь и они с недель... Тебе это мешает разговор? Гляжу, ты руки уже сложил, по сторонам развел. Помоешь и они с недельку где-то стоят и тогда вот это они начинают черными пятнами покрываться. Вот тоже. Лучше перед употреблением мыть помидоры. Ты как старший воспитатель был в лагере, даже начальника заслужился. И дети, если разговаривают во время работы, то что им за это? Щепка в рот. А вам, если вы сейчас будете разговаривать без разрешения, помидор гнилой в рот? Мы только по делу и начались. Ну вот так, когда работаете, вам разговор мой не мешает, чтобы тихо будете? Потому что полдвенадцатого, полодиннадцатого сейчас, а в двенадцать у нас занятия пойдут в школе. Потому что в спортзале холодно. Сегодня-то, наверное, уже восьмое. Какое сегодня? Там написано у вас. Сегодня написано. Восемнадцатое, вернее, октября 2015 года, восемнадцатое. Ляпнул восьмое, еще себе. Мы уже неделю, как после десятого, должны были уехать. Ты за Никитой все время смотри, чтобы он гнилью не натолкал хорошее. А хорошее в гнилью не отправил. У него опыта мало еще. Никита у нас тут питается, как на убой. На расплод. Да с это наедаешься, так его не наедаешься, говорит, обжираюсь. Сережи нету, мы мясное не едим. Все голубки к нему в рот летят. Он один у нас. Так, а тебе не помешает, Никита, если я тебе вопросы буду задавать? Нет, конечно. Скажи, ты вот пришел сегодня в храм, ты сразу зашел прямо непосредственно в храм-то? Или же тут в притворе был? В притворе, ну как? А что ты там делал? Ну, раздевался, приводил себя в порядок. Раздевался, понятно, снял лишнюю одежду, а в порядок приводил как это? Ну, расчесался немного. Расчесался, да? Да. А что, там зеркало есть? Есть. Есть. Вот я про это и хотел поговорить. Гляжу ты перед зеркалом, стоишь, минута, вторая, и что-то на голове-то уже плеш, а стоит кого-то, и вот расчесывается, руками приглаживает, я не знал, плевал, нет, на руки-то еще. Скоро туда начнут шип протащить. Зачем тебе это зеркало-то, объясни. Ну, батюшка мне делал замечание, что я не расчесанный в храм хожу-то. Ну, хорошо, он говорил перед зеркалом это делать. Ну, а как по-другому? Ну, расчесать, по-другому никак. Ну, если есть зеркало, почему в него... Вот это я говорю, что сейчас не работаешь, я спросил, не помешает ли мой разговор. Явно, что помешал. Тогда мне разговор до конца не довести. А к зеркалу ты-то зачем подошел? Ну, а зеркало же есть свое назначение в зеркало-то. Ты всегда перед зеркалом расчесываешься? Ну, если есть зеркало, то конечно. Вот это драгоценное-то время ты его потратил на приобретение хорошей специальности. А вот я не видел перед зеркалом своего отца ни разу за всю жизнь. И маму не видел. И они оба были красивые. А я вообще не знаю, зеркало у нас было или не было. Иногда смотрятся люди в гладкое отражение воды. Я считаю, мужчина перед зеркалом, если он крутится, проводит время, он и не мужчина. Это что-то среднее между подолом и юбкой. И вот гляжу, в храм заходить, стоит перед зеркалом что-то зачем? Это говорит о том, что у тебя друзей никого нету. Смотреться не во что. Мы смотреться должны в глазах людей. Если у меня что-то попало где-то, то меня обязательно скажут, друзья мои. Я даже не помню, чтобы я в зеркало смотрелся. Но бывает иногда что-то повреждение какое-то. Заживает, не заживает, не видно. У меня есть знакомая, которая сейчас уже на пенсии. Но каким он был, таким и остался, как поется в песне советской. Перед зеркалом крутится, уже ничего нет на голове. Все по-прежнему продолжает скоблить тыкву свою, яйцеголовую. Ты понимаешь, что в зеркало человек смотрится, никакой пользы-то он не выносит от этого. А почему? Да в Библии написано так. Человек, рассматривающий свои природные черты в зеркало, отошел и забыл. Ты не можешь сказать, какой ты был. Уже нет тебя там. Библия это никак не похваляет. Нарумянилась кто? Ну, нарумянилась. Изавель. Иоанн Златоус это просто гневно и сурово осуждает. Вот это прихорашивание. Прилаживание. Умащивание. Что это не надо. Это вредно. Он берет там вторая глава, кажется, Исаии. Там вот эти цепочки, луночки, привески, запахи. И говорит, вместо волос будет плешь. Вместо и пончи там, и вретище. А мы можем говорить о том, чтобы, ну, не требовать, а поговорить, чтобы наши мужчины не смотрелись в зеркало, по крайней мере, в храме. А то в притворе. Как они отреагируют? Я вот не видел ни разу, чтобы заходил и смотрелся Игорь или Женя. Ни разу. Если бы мне был пострижен бы хорошо, то я бы, конечно, у меня просто это на всю сторону торчитало. Я тебе говорил, ножом не мотать глаз. Хорошо. Говорил, нет? Допустим, у тебя комар сел на лоб, что нужно сделать? Покажи. Я могу другую руку. Как? Вот. Все, забыл. Первым делом брось нож на стол. Покажи, как это делается. Все. Теперь это рукой трогай. Иначе выткнешь глаз. А что ты не рассказал, как я тебя учил, по-своему начал. Из рук в руки перекладывать. Не перекладывал. Ну, нож-то не выпустил. Комар руку сел, тебе нужно его смахнуть. Мгновенно руку разжимай, нож упал. Тут уже думать, привучи себя к этому, чтобы сохранить себя, а не повредить себя. И ты считаешь, нормально для мужчины перед зеркалом стоять? Нет. Расчесываться чего? Ты видел, я утром как расчесывался? Ну, после бани. Я расчесываюсь тоже. Ну, растеребил, говорится, лишнее выбросил, чтобы в расческе ни одной волосинки не оставалось. Все. Больше ничего нет. Батюшка-то говорил, когда голова в сосульках. Я ни разу не видел, что батюшка там перед зеркалом крутился, как депутаты. А не прежде, чем выйти он, наверное, полчаса перед зеркалом. Сегодня мне ночью скинули там Игорь Соловьев, кажется, или какой-то, кто там выступает еще, Игорь. Вот. Там он про политиков мира, про Украину, как она готовит дрова, холодно у них будет без России. И в это время показывает кадры из нашего лагеря, кажется, на 13-й минуте. Там я несу бревно с детьми, это надо придумать так. Мне понравилось это. К нам отнеслись, сказали, что мы заготавливаем дрова, дети пилят, ну, кадры. А кто так это вставил-то? Вот это вопрос. Значит, наш видеоканал смотрят люди? Такие, которые имеют доступ к государственным средствам массовой информации. Я вот услышал в интернете говорить, я впервые встречаю, чтобы все снимали так, и тем более православные. Ну, другие там как-то еще. И у вас все, ничего скрытого нету как. Нету. Я слышал такие есть какие-то передачи, дом 1, дом 2, и что-то там нехорошее якобы показывает. Ты кто видел-то? Ты видел? Что это за передача? Социальной жизни молодежи. Ну, у нас, назовем так, не дом 3-4, а евангельский дом или православный. Мы ничего не скрываем. Открыто показываем. Конечно, нареканий много за это. За воробья там отдали кошки. Или я голубей приготовлю к блюду. Тут уж сорвались прямо все. Лицемерство одно это. Скотина для того и дана человеку. Ее стреляют, режут, приготовляют пищу. Христос, когда послал учеников приготовить Пасху, это означает приготовить барашка. Купить его или свое взять. У рыбака нету, значит, он рыбу продал, а купил барана, зарезали. Ильвейские дети с малых, с самых малых лет видят, как режется барашек, как режется голубь, приносятся в жертву. Это приносили жертву и прочее. Это не скрыто где-то за стенкой, это перед всем народом. И никто не удивлялся, потому что это совершенно естественно. Я начал-то о зеркале говорить. Так будешь ты там в притворе церковном опять прихорашиться перед зеркалом? Ну, может, пару секунд только. Не подходить. Возьми себе как эпидемию. Никогда. Я не подхожу и ты не подходи. Хорошо, не буду. Володя не подходит, Сережа не подходит. Никто из наших не подходит мужиков. Я тоже не подходил раньше. Ты хочешь оправдаться? Ну, немножко. А зачем? Ну, чтобы проверить. Это я считаю грех. Трата времени. Если у тебя есть друзья, друзья тебе скажут сразу. Вот у тебя в бороде квашеная капуста. Ну, ты ударил по ней, стряхнул, да и все. Зачем тебе это нужно? Не надо ничего. Я вот приехал в городе, познакомился с родственниками Людмилы Ивановны Антоненко, батюшкиной женой, матушка эта. Она меня свела с родственниками, которые выделывают шкуры. А у нас дома овечек кололи. И я эти шкуры набрал. И здесь у себя в бане стал их выделывать. Ну, там заквашенная еще ржаная мука достал все. Ну, и выделал шкуры. Выделал. А это одеяло у меня там находится. В Барнауле. Ну, оно такое одеяло на четверых, наверное. Большая шерсть не стрижена, овечки их промыл на несколько раз. Сделал. Ничего не надо. Вот это совершенно нормальная жизнь. Мужчина перед зеркалом. Смешно даже. Даже вообразить не могу, чтобы мой дядя или отец перед зеркалом... Ну, хорошо. Я понял. Не буду я подходить туда уже. Я понял. Ну, ладно. Да ладно. Не заходи в левый угол, как заходишь. Шагай прямо в церковь. Дома не расчесался. Руками, паклями залезь в потлы свои. Ну и все. Проскреби маленько. Вот так. Этот край, кажется, не задевал. Я их сейчас перебрал. На тот край. Смотри сам. И скорее вынести все, чтобы не пропадало. Я вот про это тебе хотел поговорить. Гляжу, сегодня там стоит, прихорашивается, что-то дергает. Зачем тебе надо это? Я не могу представить, чтобы Павел, апостол или Христос перед зеркалом стояли. А для кого это? Тебе это не надо. Значит, человекоугодничеством занимаетесь. Ну, маленько, чуть-чуть перевел в порядок, то пальцами провел. И вес, как раз в храме, там до храма можно расчесать. Вот.